Чем это здесь так вкусно пахнет? Да это же запах мяса! Вот же повезло! Сколько вкусного мяса я откопал! Интересно, откуда оно здесь взялось? Ай, да какая разница, откуда оно взялось? Ладно, оно очень вкусное, и его очень много! Ой, наелся! Пойду позову Васю, пусть она миска поест, там его много! Интересно, что это Чика здесь делал? О, да тут же мясо лежит! Какой у меня замечательный обед, вот это повезло! Эй, Рыжий, ты что там делаешь? О, Никиса, привет! Я тут мясо нашел! Мясо? Рыжий, но это мясо ты нашел у нас во дворе, значит это мясо наше! Ну и что, что ваше? Поесть что ли нельзя? Конечно нельзя! А ну-ка быстро убирайся отсюда! Никиса, перестань скандалить! Тут этого мяса много, и тебе хватит! А ну отойди, дай мясо попробовать! Ну и пожалуйста, жадина! Иди, иди к себе, тоже мне! Ходят тут разные, наше мясо едят! Василисушка, девочка моя, я тебя сейчас обрадую! Интересно, чем это ты меня хочешь обрадовать? Я, Васенька, мясо нашел! Какое еще мясо? Со стола украл, наверное, а теперь говоришь, что нашел! Нет, Вася, я мясо не воровал, я его во дворе нашел! Никогда не слышала, чтобы мясо вот так просто валялось во дворе! Я тоже никогда не слышал, а оно вот валялось! И знаешь, какое вкусное? Так ты его уже съел? Ну, немного поел, но тебя оставил! Пойдем, покажу тебе это мясо! Нет, я всякое выброшенное мясо не ем! Я ем только из своей тарелочки и только то, что мне дает Коля! Не хочешь и не надо, а я пойду и еще поем! Все-таки интересно, что там за мясо Чика нашел? Эй, Никиска, ты почему без разрешения ешь мое мясо? Это я у тебя что ли должна разрешение спрашивать? Да, у меня это мое мясо! Чика, да ты совсем сдурел! Я это мясо сама нашла, это мое мясо! Неправда, это я мясо нашел! А Никиска меня прогнала, а сама ест мое мясо! Что, Рыжий, ты еще здесь? А ну-ка, брысь отсюда! Хватит, Рыжий, врать! Я первый нашел это мясо, я его откопал! Все, вы врете! Иди, Рыжий, отсюда, иди, пока цел! Ну и ладно, жадины! Никиска, все мясо не съедай, мне оставь хоть немного! Ладно, доедай, я уже наелась! Никиса, ты почему ешь мясо, которое просто так вот валяется на земле? А почему нельзя? Потому что мы кошечки домашние, и должны есть только то, что нам дают! Вот я расскажу Коле, как вы нашли мясо и съели его, вам достанется! Ну, Васька, крыса, только попробуй наябедничать, а от меня получишь! И от меня тоже! А я еще хотел тебя мясом угостить, хотел тебя порадовать, а ты крыса! Ну вот, раскричались, расшумелись! Можно подумать, я вас испугалась! Ой, а мясо-то попробовать хочется! Пока никто не видит, съем хотя бы маленький кусочек! Ну вот, совсем ничего не оставили, всего-то несколько кусочков! О-о-о, и правда, вкусное мясо! Откуда оно здесь взялось? Надеюсь, никто не видел, как я мясо ела! Все-таки я домашняя, породистая кошечка, а не то, что некоторые! Ой-ой-ой-ой, как живот болит! Чика, ты чего это разлегся и стонешь? Ой, Васенька, у меня живот болит! Живот болит? Это из-за мяса? Наверное, я очень много съел, объелся! А вдруг мясо было отравленное? Скажи, что же, отравленное! Я просто переел! Ой, кошечки! Мне живот болит! Никиса, и у тебя болит живот! А у кого еще болит? У Чика! Это потому, что я много съел! Но я много не ела! Конечно, и немало! Так, как обычно! Ой-ой-ой, что-то мне это не нравится! Ой-ой-ой! Кошечки, помогите! Живот болит! Это голос Рыжика! Опять он притащился! Ну что ему нужно? Пойду спрошу! Рыжий, это ты тут мяукаешь! Вася, помоги! Живот болит! Да что же это такое? У вас у всех разболились животы! А у кого еще болят? У Чика и у Никисы! Ой-ой-ой! Больно! Пойдем, Рыжий, в комнату! Там со всеми будешь лежать! А я подумаю, что с вами делать! А Чика и Никиса меня не выгонят? Им сейчас не до тебя! У них животы сильно болят! Ну ладно, пойдем! Явился! Только тебя, Рыжий, здесь не хватало! Замолчи, Чика! Рыжик тоже заболел! У тебя что ли тоже живот болит? Да, болит! Рыжий, а ты много мяса съел? Да нет, немного! Меня Никиса прогнала и сама стала есть! Ой-ой-ой! Что-то мне страшно! А ты-то чего боишься? Ты же мясо не ела! Ну да, не ела! Кошки! Не совсем плохо! Мне кажется, что я сейчас потеряю сознание! Кошки! Наверное, мясо было отравленное! И вы все отравились! Что? Мясо отравленное? Мы отравились? Что с нами будет? Нам конец! Тихо, кошки, тихо! Пока это только мое предположение! Ой, Вася, придумай что-нибудь! Живот очень болит! Я долго так не выдержу! Я тоже не могу больше терпеть! Я теряю сознание! Спокойно! Я сейчас вызову врача! Ой, врача! Но он же будет нам делать уколы! Я уже и на уколы согласна! Так живот болит! Сил больше нет! Уколы, это, конечно, страшно! Но делать нечего! Вызывай, Васька, врача! Пусть уколы нам делает! Алло! Ветеринарная клиника? Да, это ветеринарная клиника! Что у вас случилось? Нам срочно нужна помощь! Наши кошки отравились мясом! Хорошо, не волнуйтесь! Сейчас к вам приедет доктор! Ну вот, кошки! Сейчас приедет доктор и всех нас вылечит! Почему ты говоришь всех нас? Ты же мясо не ела! Ой, кошечки! Я не удержалась! Я тоже, ну, немножечко съела! У тебя тоже живот болит? Ну, совсем немного! Но болит! Я думаю, что мне угол не нужно будет делать! Это уже как врач скажет! А вот и врач пришел! Пойду открою дверь! К нам пришел кошачий доктор! Ветеринар! Я ему все рассказала! Ну, что кошки наелись мяса, наверное, отравленного! А теперь у них болят животы! Доктор сказал, чтобы мы не волновались, что он всех нас вылечит! И начал готовить лекарства! И еще он сказал, что делать уколы не будет, а только даст нам выпить микстуру! Чтобы кошечкам было легко глотать лекарства, доктор растер таблетки в порошок и разбавил их водой! Все! Лекарство готово! Как же кошечки разволновались! Только я одна была спокойна! Мне же не нужно было пить лекарства! У меня хоть и болит животик, но совсем немного! Так что я думаю, мне и лекарства доктор давать не будет! Я пошла звать кошек! Но, представляете, они все испугались и разбежались! Прятались, как ненормальные, кто куда! Врач сказал, что нужно позвать кого-нибудь, чтобы помогли нам дать кошкам лекарства! Я позвала на помощь нашего соседа! Хорошо, что мне давать лекарства не будут! Но я не думала, что кошки так испугаются! Сначала лекарства решили дать Чику! Тоже мне кот называется! Кричит, как резанный! Ну вот и все! Вытерли мордаху салфеткой и гуляй себе! Теперь настала очередь Рыжика! Он просто герой! Выпил лекарства и даже не пикнул! Наверное, оно ему понравилось! Я решила немного успокоить Чика и Рыжика, ну, чтобы они не очень переживали! Но Рыжик сказал, что ничего нет страшного, жить можно! Не бойся, Никиса, иди! Теперь твоя очередь! Но Никиска хитрюга такая! Только сделала вид, что проглотила лекарства! А сама пошла, забралась под диван и все выплюнула! Но Чика это увидел и сразу же накручатничал! Пришлось ей опять пить эту гадость! А чтобы она снова все не выплюнула, врач ей стал давать лекарства небольшими порциями! Понимали, но несколько раз! Ну, Никиска, как же она возмущалась! Кричала громче всех! Скандалила! А потом началось самое страшное! Врач сказал, что лекарства нужно выпить и мне! Я, конечно же, тут же спряталась! Но мне это не помогло! Они достали меня из-под дивана и стали вливать в меня эту гадость! Я сопротивлялась, как могла, даже шипела на них! А когда доктор стал вытирать мою мордочку, я хотела его укусить! Но у меня, к сожалению, это не получилось! Какая же все-таки несправедливость! Мне дали лекарства просто так, за компанией! Хотя, конечно же, ротик у меня тоже болел! Ладно, заодно и меня вылечили! Так что мы теперь все здоровы и у нас больше ничего не болит! Зато теперь мы знаем, что есть можно только дома, а на улице подбирать ничего нельзя!